Сегодня, в день 90-летия со дня смерти основателя Коммунистической партии и Советского государства Владимира Ильича Ленина, Воронежская обком КПРФ провел акцию «Красная гвоздика Ильичу», возложив цветы к памятнику вождю мирового пролетариата на главной площади Воронежа. Ленин жив! Ленин жив! Ленин будет жить! На митинги коммунисты призывали отдать дань уважения Владимиру Ильичу всех граждан, патриотов России, независимо от политических взглядов. Поскольку именно под руководством Ленина и его соратников была одержана победа над интервентами из 14 государств и сохранено единство страны. Сегодня для всей страны, без преувеличения для всего мирового человечества, исторический день, 90 лет, как с нами не стало Владимира Ильича Ленина, основоположника, первого в мире социалистического государства. Только сегодня мы начинаем по-новому переосмысливать, как много дала Октябрьская революция, вдохновляемая идеями Ленина, мировой цивилизации. Вот сегодня в коммуне вы можете посмотреть статью профессора Загайтова, блестящую статью о том, что, например, Советская Россия дала мировой цивилизации передовую плановую систему ведения народного хозяйства, которая сегодня используется не только в странах, где коммунистическая партия управляет, вроде Китая, но и в западных странах. Поэтому я уж не говорю о образовании, здравоохранении, значит, сегодня детские ясли все требуют, каждая семья, имеющая маленьких детишек, а ведь это тоже завоевание Октябрьской революции. Идеи Ленина, идеи Октября были прорыв в новую совершенно эпоху, и сегодня человечество подходит к тому, чтобы это было повсеместно. На фоне процессов, которые происходят у нас, кажется, что мы движемся в другую сторону. На самом деле это такая иллюзия некоторая, вроде палки, которые опустят в воду, и она кажется изломанной. На самом деле человечество семимильными шагами движется в эту сторону. Если мы не возродим идеи Ленина, идеи Октябрьской революции, то у нас будет завтра, как на Украине сегодня, как было в Сербии, в Югославии и так далее. Нам нужно возрождать приоритет государственных интересов. Это потребность времени. Чем был силен Ленин? Он исходил от людей и от времени, в котором жил. Он ничего не навязывал. Он видел, что люди устали от войны, что люди устали от разрухи, что требуются коренные государственные преобразования. И он оказался прав. Поэтому сегодня в нашей стране многое пересматривается. Кстати, буквально на днях прошел показ на центральном телевидении сериала о царской семье. Очень исторический и интересный содержательный фильм. Я, начиная с третьего фильма, не мог оторваться. Но насколько он содержательный был, настолько непонятно для зрителя. Если все так было масштабно, объемно, то почему же все так развалилось в 1917 году? Авторы фильма на этот вопрос не отвечают. А вот Ленин в своих работах ответил. Россия, как слабое звено в цепи империализма, была тем слабым звеном, где мир, что называется, прорвало и возникла первопобедившая социалистическая революция. Владимир Ленин русский человек, корнями, несмотря на то, что у него разные в крови были предки по крови, но, тем не менее, Русь чувствовал, как никто другой, и как никто другой осознал, что Октябрьская революция должна совершиться именно в России. Поэтому сегодня мы вспоминаем Владимировича Ленина и одновременно клянемся, что мы обязаны возродить обновленную советскую власть в нашей стране. Субтитры создавал DimaTorzok